МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корановский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова. Заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик Недр Российской Федерации, автор более трехсот научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии. АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, хорошо, давайте продолжим. Цейсмофокальная зона. Ясно, что если землетрясение происходит неглубоко от поверхности, то будут сильные разрушения, если оно очень сильное. Вот землетрясение в Японии, глубина гипоцентра была километров 30-20 всего лишь. И что самое интересное, оно было не там, где полагается, вот не там, где кора океаническая уходит под континентальную. Вот видите, вот показана здесь сейсмофокальная зона, а голубым слева это геофизические данные о погружениях так называемого слэба, вот этой океанической коры. Она была на внутренней части жёлоба. И там огромный блок, вот по последним данным, длиной километров 600, то есть это сколько от Москвы до Петербурга, сдвинулся чуть не на 15-20 метров в сторону океана. То есть это вообще невообразие, если это так. Это невообразимое изменение земной коры. Такого вообще не было. Может быть это и не совсем так, но по крайней мере такие сведения есть. Вот результат землетрясения, там погибло 14 тысяч с чем-то, может быть больше, и сколько-то очень было ранено. Почему? Да потому что самое главное это цунами, которое погубило многих. Вот видите, вы видите, что здесь вот трещина возникшая, так называемый взброс, ну полметра больше, чем полметра. То есть очень сильные землетрясения. И вот давайте поговорим о цунами. Как оно в цунами возникает? Вода – несжимаемая жидкость. Вот это очень важно. Значит, если у вас на океанском дне происходит какое-то смещение, любое смещение, то поверхность океана вздуется над этим смещением в виде купола. Купол, естественно, водяной купол, он распадется у вас на волны круговые, и они пойдут во все стороны. Волны большой длины, и они в океане, если вы плывете на корабле, вы их даже можете не почувствовать. Но вот приближаясь к берегу, волна начинает расти. Почему начинает расти? Здесь не очень удачный рисунок. Показан, видите, гипоцентр землетрясения, показано вот это вздутие. А вот у берега волна становится выше. Да потому что скорость волны в верхней части-то больше, а внизу меньше от трения от дно. И поэтому волна начинает расти. И, как говорят, забурунивается. Образуется вот этот склон, на котором обожают кататься на этих, на досках, виндсерфинг. Вот именно тут происходит. И вот такая волна обрушивается на отмелый, говорят, берег. Отмелый в смысле неглубокий, мелкий. Волны-то бывают разной высоты. Вот в Японии, в Фукусиме, было 4 волны. И первая волна была вроде бы 14 метров. Это очень много, 14 метров. Вот другие были поменьше. Но цунами, который возникло в 2004 году около Индонезии, когда был погребен Пхукет, погибло 240 тысяч. Там вообще берег был на нуле почти. Ну, один метр. Вот возвышение. Волна-то была полтора-два метра всего лишь. Но она прошлась по всему этому берегу, снесла все, что было, а потом ушла обратно. Вот эти волны опасны как раз. Вот видите, Япония, Курилы, Камчатка, вся плита Тихоокеанская движется к северо-западу. И вот глубоководный жёлоб. И вот землетрясение было вот там, где, значит, вот в северной части Японии. А вот это просто, как вот волны цунами шли от Японии. Причём вот жёлтый цвет, это и оранжевый, это полметра, метр. А вот фиолетовый там, это там больше 2 с чем-то метров. Но это шли по океану. Но это просто такая реконструкция. То есть цунами охватило, землетрясение охватило весь тихий океан. И вот эти волны, которые идут к берегу, вроде бы они как-то небольшие. Но там, где эти вот городки были в Японии, к северу от Фукусимы, там же абсолютно низменное место. Ну что, вот селиться-то на мелком месте лучше, то есть на низком, чем на высоком. И вот эти волны, вот видите, вот вроде бы море-то спокойное. И вот волна пошла на берег. Пошла, ну может она была не 14, может быть 10, достаточно 5 метров. В этой аудитории высота-то, ну 3, максимум 4 метра. И такая волна пойдёт, тоже мало не покажется. И вот волна обрушивается, видите, на город. Всё, что там есть, вроде в бухте-то ровно, но уровень-то приподнимается. И вот эта волна, она идёт, вот видите, сквозь лес, на дома, все дома эти поплывут. И это полная катастрофа. Вот небольшой аэропорт, который там был, вот всё смешалось в кучу. Видите, самолёты, машины, балки, остатки от домов. Это действительно катастрофа. Видите, всё затоплено. А потом вода уйдёт отсюда. Она медленно унесёт всё, что размыло, всё унесёт обратно. Вот видите, какой-то катер или кораблик на крыше дома. Значит, вода была выше этого дома, шла, а остальное, видите, во что это превратилось всё. Ну вот это показано, как возникает этот цунами. Ещё раз повторяю, что скорость волны большая. 700, 600, 800 километров в час. И они доходят через сутки, могут дойти до Японии, если в Чили. А если в Японии, через такое же время до Чили может дойти волна. Когда было землетрясение в Пхукете, вот в Индонезии, вот этот город Пхукет, остров, курортный город, там, видите, всё снесло, что можно. Погибло тоже очень много людей. Но волна-то была маленькая. А вот самое интересное, что наибольшая волна цунами, вроде бы зарегистрированная, 500 с лишним метров. Это выше Останкинской башни. Представляете? Но где это? Бухта Литуя на Аляске, 64-й год. Там от землетрясения сползла гора. Ну вот гора ухнула в воду, хоп, и образовалась такая волна. По заплеску вроде бы это определили. А вот волна, которая возникла в Пхукете, в Индонезии, она вызвала жертвы на Цейлоне, даже до Мали дошло, в Африке. Вот спрашивается, а можем ли мы предсказать цунами? Вот говорит, не каждое землетрясение вызывает цунами. В 52-м году было цунами, который смыло почти весь город с севера Курильска, на острове Парамушир, самый северный остров Курильской островной дуги. А он был в низине. Волна была несколько метров высотой, погибло 2000 с лишним человек. Сейчас город вот переехал на более высокое место. Ну естественно, потому что нельзя, там опасность. Но есть служба предупреждения цунами. Гудят сирены везде, но произошло землетрясение, а цунами нет. Еще землетрясение, еще цунами нет. Десять землетрясений, цунами нет. Наконец люди говорят, а ну пусть гудит. И тут придет цунами. Вот понимаете, в этом опасность. Поэтому надо бежать на возвышенное место. Другого пути нету. Если вы находитесь где-то на низменном месте, если объявлен цунами. Здесь объявили в Японии, волна шла, все готовы были к этому. Но что сделать? Говорят, с Господней стихией царям не совладать. Все было разрушено. Вот давайте рассмотрим следующий катастроф. Это извержение вулканов. Значит, вулканы, как вам известно, извергают магму и огромное количество так называемого вулканического пепла. Туфа, пепел в основном. Что такое пепел? Это мельчайшие микронные обломочки вулканического стекла. Стекла. Обсидиан. Вы все знаете, ювелирные изделия из обсидиана делают. Так вот это тоже стекло. Но когда магма, то есть расплав силикатных горных пород, разрывается газами на мельчайшие кусочки. Образуются тучи, они поднимаются вверх до высоты в 30-40 и более километров. И могут облететь весь земной шар не один раз. Вот вулканы, они бывают извержения разного типа. Вот есть супервулканы так называемые. Вот это вулкан Тоба в Индонезии. Огромная кальдера, то есть впадина. Кальдера по-испански, значит, котел. Огромная чаша, образовавшаяся взрывом. 100 километров в длину с лишним. Это гигантская кальдера, гигантский был взрыв. И вот видите, было выброшено 2800 кубических километров материала вулканического в воздух. А километр кубический возьмите Астанскинскую башню, увеличьте ее еще два раза по 500 метров, два в километр. И вот так. Сделайте куб, и таких будет 2800 кубов. Какое количество материала. Вот еще есть супервулканы и Лустонская кальдера. Вот сейчас все ждут, вот не взорвется ли она. Это очень интересная вещь, мы это рассмотрим. Но обратите внимание, такие наиболее опасные вулканы располагаются там, вокруг Тихого океана. Опять это великое огненное кольцо, так называемое. Там, где землетрясение, там, где растут горы, там, где глубоководные желоба, то есть там, где активные литосферные плиты, океанические, погружаются под континентальные. Вот и Лустонская кальдера. Почему о ней сейчас разговоров очень много? Вот видите, вот синим показаны линии, это и Лустонский национальный парк. Там много очень гейзеров, очень красивые места, миллионы туристов туда ездят все время. А вот эта, вот зеленая полоса такая, это вот долина реки Снейк, Снейк-ривер-плейн. Вот эта долина завалена базальтами, вот залита базальтами. Большой мощностью очень. Много было извержений. Но североамериканский континент движется на юго-запад. Вот черная стрелка показывает. А из мантии идет такой плюм нагретого материала. Ходспот, горячая точка. И американский континент как бы проскальзывает над этой точкой. Вот так. А скорость несколько сантиметров в год. И вот первое кальдер извержение образовалось вот здесь, вот там в углу, 16 миллионов лет назад. А потом пошли извержения 15 миллионов лет назад, 12, 10, там 6. И последнее было 630 тысяч лет назад. Это совсем недавнее. Недавнее. Кальдера образовалась, провал такой все. Вот там гейзеры. А гейзеры почему? Значит, тепло идет, вода нагревается, высшие точки кипения, они выбрасываются вверх, образуются новые. И видите, окружает раи землетрясений. Красные точки. И вот сейчас установлено, что это место поднимается очень интенсивно. На несколько метров поднялось даже больше. То опускается, то поднимается. землетрясения, мелкие, но в кальдере. И значит, магма поднимается. И все ждут, а вот не рванет ли она, эта кальдера. А если она рванет, то это будет гигантское извержение. Гигантское. Потому что объем материала будет потрясающий. Вот видите, тоже раи землетрясений, которые в этом месте. Вот что может быть накрыто этим пеплом? Вот понимаете, вот это серое поле. Все Соединенные Штаты могут быть накрыты вот этой пепловой тучей. Это будет действительно катастрофа. Если это будет. А это может быть. Когда, неизвестно. Сначала говорили 1976 год. Теперь сменились 12-16 год. 12-й – это наш год. Вот сейчас. Может быть, а может и не быть. Понимаете, но вулкан живет. И это супервулкан. И это будет суперкатастрофа. Вот видите, как показан вот этот, значит, очаг. Магматически расплавленная магма вот поднимается. А это вот гейзеры, как работают по трещинам, идет вода. А гейзеры то появляются, то исчезают. Произошло землетрясение. Новые гейзеры появились. Одни затухли, вот другие идут. Это все следы активной вулканической деятельности. Ну вот это как там происходит. И вот теперь давайте рассмотрим извержение, которое привело к гибели цивилизации. Это Атлантида в кавычках. Ну вы знаете, что Платон 4 век до нашей эры написал об Атлантиде. Что было такое государство на острове. У него было очень правильное устройство, демократическое, ибо слово демос означает народ. И вот в одночасье оно погибло. Погрузилось в воды и исчезло. Вот с тех пор сколько нищет Атлантиду, так найти не могут. Где только нет. Но Платон поместил Атлантиду за геркулесовыми столпами, а геркулесовые столпы в то время назывался Гибралтар, который соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном, между Африкой и Испанией. И вот там искали очень много и много раз. Ничего не получалось. И помещали в Западную Сибирь, и в Северную Америку, где только это Атлантиду не искали. Но Платон не знал, где Западная Сибирь, точно в то время. Так вот, наиболее такой, если это не миф, если Платон не пытался изобразить мифическое государство в его представлении с наиболее правильным устройством государственным, вот такие есть мнения тоже, что это выдумка Платона, то лучше, чем остров Санторин в Эгейском море не найдешь. Санторин Святая Ирина. Это самый южный остров Кекладской островной дуги. Вот все эти дуги, которые вулканические. И на юге 100 километров остров Крит располагается. Вот видите, вот этот остров Санторин вот выглядит сейчас так. Это два острова, один Тира или Фира, и остров Терасия, и два маленьких островка в центре Нео и Палеокамения. Этот остров вулканический, безусловно. И вот вы сами видите, что в центре вот этот круг, он больше всего походит на кальдеру, то есть на какой-то провал. А в древности остров назывался Стронгили, что значит круглый. И вот как выглядят вертикальные стенки этого обрыва. Обратите внимание на белый слой верхней части. Это пемза. Пемза, которая имеет мощность от первых метров до 150 метров. Весь остров покрыт вот этой пемзой. А пемза это вспученная магма, очень легкая, она же плавает в воде, вы знаете. И вы видите лавовые потоки, то есть это был вулкан. Вот белая пемза в верхней части, стенка сложенная вулканическими породами, а вот это обрыв пемзовый. Как раз в том месте, где добывали пемзу в свое время Суэцкого канала инженер Лесепс, когда строил Суэцкий канал, здесь добывали пемзу, ее добавляли в цемент, который устойчивый к морской воде. И возили в Египет отсюда. Там огромные карьеры есть. Вот остатки, это под пемзой слои, но что интересно, я там несколько раз бывал, изучал это все. Вот в этих слоях черных там отпечатки с листьями оливок после извержения оливки на острове сейчас не растут, а до этого росли. И вот они сохранились там. И вот был откопан греческими археологами Маринатос, Спиридон Маринатос, откопал город, который назвали Акротири, поселению рядом, которое было деревня. Значит, время, определенное радиоуглеродным методом, это значит 1500 лет до нашей эры, то есть 3500 лет назад существовал город, дома в два этажа, к сожалению, вот этот археолог, он упал вот со второго этажа и разбился насмерть при раскопках. Но видите, нормальный город, с улицами, даже площадь есть какая-то. Вот прекрасные фрески, которые сейчас находятся в Афинском музее, то есть была высокая культура очень. Вот эти кувшины, они не из Акратирии, но они из Крита этого же времени. Видите, великолепные осьминоги, октапусики, как греки говорят, октапусы, ну, осьминоги они и есть. Вот видите, лестница, вот это мой рисунок был старый, а это фотография. Вот все считают, что это результат землетрясения. Лестница обвалилась в результате землетрясения. Сохранились кладовые, где вот эти пифосы, огромные кувшины, у них не плоское дно, а острое, их надо было вкапывать. Там хранились оливки, рыба, вино и масло оливковое. Вот все, что было. То есть это была высокая цивилизация. И вот она исчезла. Вот после этого извержения ничего не стало. А вы знаете, что на Крите, в районе Гераклеона нынешнего, раскопал археолог Эванс английский, а потом и Шлиман, Генрих Шлиман, который открыл Трою в свое время, хотя он не ту Трою раскопал, но не важно, то, что надо, он раскапывал. Он открыл дворец царя Миноса и назвали цивилизацию Минойской. А дворец был очень сложный, там была масса переходов в подвальных этажах, и отсюда возникла легенда о лабиринте с Минотавром. Вы помните, может, эту легенду, что был Минотавр, ему привозили девушек, он их там съедал, и, значит, Тесей, сын Эгея, царя, у него, ну, как по-нашему сказать, была герлфренд Ариадна, она дала ему нить, он спустился в этот лабиринт, взял меч и убил этого Минотавра, а потом по этой нити якобы оттуда вышел. Но это не лабиринт, а просто очень сложное переплетение вот ходов, подземных комнат. И вот все исчезло. Вот эта цивилизация, а ведь это доахейская цивилизация, а ахейцы это до греков. Пятый век в греки рассвет этот, Перикола, рассвет в Греции. А это раньше было еще. И никаких следов нет. Вот все исчезло. Что с ними произошло, неизвестно. Вот вам пример. Извержение вулкана и гибель цивилизации целой. Следы от этого извержения есть и в Палестине, есть и в Сирии, находят пеплы, а глубоководными скважинами во всем Восточном Средизноморье отмечен вот этот слой извержения. Это было колоссальное извержение, вот именно эксплозивное, экспложен взрыв. Второй пример вам извержения и гибели, ну не цивилизации, а городов, это Везувие. 79-й год нашей эры, значит, Неаполитанский залив, это место, ну как бы сказали, курортное для римской знати было в то время. И вот был вулкан, сказали жители, что это вулкан Везувий, и вот в 72-м году в кратере этого Везувия, а кратер это углубление там, где выходит на поверхность лавы, а греки кратером называли сосуд с двумя ручками, из которых они пили вино, разбавленное водой. Греки всегда разбавляли вино водой. Ну, древние греки были. И вот из кратера, значит, в кратере в свое время скрывался Спартак со своими рабами, там был непроходимый лес, и он от легиона, который его, значит, за ним шел, он там скрывался, а потом спустился к Адриатическому морю. Так вот, в 79-м году нашей эры, ну, 2000 лет назад, город исчез. И не только он исчез, исчез город Геркуланум, на берегу моря, находящийся, Помпея не была на берегу моря. Исчез город Стабия, сейчас он называется Касталамара, где всякие фестивали происходят, песенные. Вот, что же там произошло? Вот Неаполитанский залив, вот эти красные точки, вот там, южно, это вот Везувия. Действующий вулкан, да, вот Терренское море, Сардиния, Корсика. А вот Везувия из космоса. Вы видите, очень хорошо видно, вот конус с кратером в центре, а потом, как бы, половинка вулкана. Это то, что называется Сомма-Везувия. Это то, что осталось от того Везувия, где, который был уничтожен взрывом в мае 79-го года нашей эры. А вот раскопанный город. В городе было около примерно 40 тысяч жителей. Большой был город. Было четыре театра. Четыре театра. Ну, два, правда, для боев гладиаторов, а другие для представлений. Но город был такой цивилизацией, классическая римская планировка, ортогональная система улиц, только прямые, никаких кругов не было в Риме. Так и так все. Почему случайно нашли? Один инженер копал землю, там почва-то плодородная, это же виноград там растет везде, вулканическая почва, и наткнулся на плиту. И там было написано Помпея, вот тогда и вспомнили, оказывается, город был. Стали его раскапывать. И вот посетил это место Брюлов, Карл Брюлов, наш великий живописец, и написал картину «Последний день Помпея». Она хранится в Русском музее в Петербурге, но тогда она почти не была раскопана. И он изобразил на картине кладбище. Это крайняя часть у Помпея, но изобразил достаточно эффектно все это. Вот раскопали город. Видите, вот это очень интересно, мне нравится этот снимок. Вот видите, эти круглые штуки, это мельницы. Значит, туда засыпали зерно, вот сюда вставляли палки, либо рабы, либо лошади крутили, была мука, а это печи для выпечки хлеба. Ну, хлебопекарный завод, сказали бы на современности. Это две тысячи лет назад. Вот город был цивилизованный, большой город, с тротуарами, с мощенными мостовыми. И вот примерно как это происходило. Вот из очага выбросилась колоссальная туча, вот такого пемзового материала. Это не совсем пемза, она более тяжелая, серая такая. И она засыпала. А все извержение шло сутки, 24 часа. И мы очень хорошо знаем это извержение, поскольку оно описано Плинием младшим. Вот был такой естество испытатель Плиний старший. По совместительству он был командующий флотом, вот галерным флотом, тогда вот галеры были, и был в Мизене, это северная часть Неаполя. И вот значит к нему прискакал гонец, жена Плиния заметила над везувием облако, облако расширялось, прискакал вот гонец от его знакомой и говорит, спаси нас, мы гибнем. Это было на берегу залива около вот Геркуланума. Он послал туда скоростную Лебурнику, так называемую, ну, быструю галеру, а там расстояние километров сорок, если не больше. Потом поплыл сам на галерах туда и погиб у своего друга Помпаниана в Стабии. Либо на него что-то упало, либо у него инфаркт был, либо он задохнулся от палящей тучи. А вот Геркуланум был завален грозекаменным потоком, лохаром, наверное, горячим. Вот он показан здесь вот слева, видно. Это все длилось 24 часа. И вот видите, когда изучают Помпеи, опускают щуп, если там пустота, заливают гипсом. Вот то, что там было, ничего нет, от людей ничего не сохранилось, а пустота есть. Ее заливают гипсом, и вот вы видите, люди, лежащие вот так, и по их позам есть такое определение, что они умерли от асфиксии, от удушья. Вот они закрывают рот и так далее. То есть была палящая туча. Но многие ушли. Получились лепки почти всех животных, кроме кошек. Кошки ушли раньше всего. Они самые умные оказались. Понимаете? А вот Геркулану. Вот это я специально снимал, вот посмотрите на левый снимок, верхний. Вот вверху это современный город, а внизу раскопано Геркулана, ну вот Геркулана, он почти не отличается от современного. Такие же постройки все, вот видите, с двориками все они были. Но там очень сложно копать, там как бетон, и отбойными молотками только брать надо. Но там нашли людей, скелеты людей, женщины с украшениями, все, потому что это было внезапно. Вот там-то уходили все-таки от пеплопада, а здесь нет. Вот вам еще один, одна цивилизация. А вот другое катастрофическое извержение, это палящие тучи. Вулкан Монпеле на острове, на Мартинике, Мало-Антильские острова в Карибском море. В 902 году из вулкана вышла вот такая туча палящая и накрыла город Сен-Пьер. Было 30 тысяч жителей, все погибли. Один остался жив, который сидел вот в тюрьме от тюрьма в виде вот этого ящика справа внизу, донжон. Такой вот, видите, и отверстие этой тюрьмы было направлено в сторону от палящей тучи. А вот что осталось от города? Ничего. Потом из кратера стала медленно выдвигаться игла и достигла высотой 300 метров. Но это вязкая магма, которая после этой палящей тучи. Вот еще вам одно извержение. Вот такие тучи известны. Вот левая это извержение вулкана Сан-Хелен 82-й год в Соединенных Штатах. Недалеко от Эл-Эстонского парка. А вот справа вот это вам знакомый Эйя Флатла Йокудль, который вел в ступор всю Европу. Самолеты не летали, так как пепел забивал моторы, осаждался на лопатках у турбины, он плавился мгновенно, и все, самолет не летит. Значит, были прерваны сообщения. Один вулкан, а вот это такие тучи, это вулкан Майон на Филиппинах, который накрывает все, это же пепел, знаете, это стекло. А вот это лава, которая изливается, это на Гавайях, жидкая лава, скорость течения базальтовой лавы 60-70 километров в час, как поезд, как вода. Но там не бывает таких взрывов катастрофических. Это вот магма выдавливается, это вулкан Шевелочной Камчатке. Вот впереди купол такой вязкой магмы. А вот это так называемые лохары. Лохары, индонезийское слово, горячий поток водный, который связан с тем, что когда извержение, грозы, частички пепла электризуются, всегда гроза, тучи, и вот, видите, колоссальный поток идет, сметая все на своем пути. В 80-м году вулкан Руиз в Колумбии вот таким потоком, он на высоте 5000 метров, было извержение, растопил ледники, и гигантский грязекаменный поток засыпал полностью город Армеро. Погибло 30 тысяч жителей, опять-таки. Вот вам пример этого грязекаменного потока Лохары. Вы видите, что там что-то осталось, всего остального нет. Вот, видите, вот смотрите, мы просмотрели, значит, метеоритную опасность, раз, землетрясение, вторая опасность, два, извержение вулканов. Извержение вулканов предсказать можно. Работают, понимаете, на том месте, где ожидается извержение, ставят приборы, наклономеры, которые измеряют наклон суши, ставят деформографы, приборы, которые измеряют деформацию, ставят сейсмургеры, и мы, в общем, понимаем, что магма идет и можно ждать. Но мы не можем сказать, что вот завтра будет или послезавтра, но можно предсказать. А вот землетрясение предсказать нельзя. Вот что бы ни делали, землетрясение не предсказывается, потому что процесс нелинейный. Это вот как эффект бабочки в книжке Брэдбери, понимаете. Что значит эффект бабочки? Малые шевеления в нелинейных уравнениях приводит к бифуркации. Что значит малые шевеления? Мельчащие изменения. А уравнение это нелинейное, оно не в степенном законе идет, вот так изменяется. Вот скажем, вот должен, землетрясение должно произойти. Что должно его разрядить, это напряжение? Вот есть работы в Институте физики Земли защищалась диссертация о влиянии атмосферного давления на землетрясение в Южной Америке, в пустыне Атакама. Антициклон, землетрясение больше. Давит. Это как спусковой механизм, триггерный механизм. Вот понимаете, есть такие работы, которые обсуждают военные действия, скажем, на Ближнем Востоке и землетрясение. Крупные бомбы в 10 тонн, которые взрываются, они могут быть спусковым механизмом для некоторых землетрясений. Ну и так далее. Но предсказать мы не можем. Мы можем сказать, да, в течение 10 лет в Японии будет сильное землетрясение. Но цена этому прогнозу никакая. Потому что оно может быть завтра, а может быть послезавтра. В истории предсказано одно землетрясение. 1975 год в Китае Хайчен, когда вывели людей на улице за два часа до толчка, и погибло очень мало людей. А если бы не вывели, погибло бы несколько сот тысяч. И все. И тут же произошло Таньшанское в 1976 году, там же землетрясение, которое никто не предсказал. Поэтому вот сейчас попытки предсказания землетрясений практически нереальны. Но работать-то надо. Вот у нас на кафедре специальный курс считается известным сейсмологом Рогожиным, которые пытаются как-то хотя бы схему сделать бальности землетрясений. Почему? Потому что каждый балл это строительство, это огромные миллиардные затраты. В 2002 году в Северо-Сахалинске было землетрясение, погибло две с лишним тысячи. Город Нефтегорск был стер с лица земли. Бальность была семибальная зона, а произошло девятибальная. Не так посчитали. А это очень сложно. Надо работать над этим. Вот на геологическом факультете этим занимаются, в том числе и кафедры инженерной геологии. Это очень важные вещи, понимаете? И вот эти же землетрясения вызывают процессы... Ну, все знают, что такое оползень. Но оползни-то могут быть катастрофические. Совершенно. Вот видите, вот дорога, и что от нее осталось? А это может быть спровоцировано тоже землетрясением. У нас есть оползневые участки. Ну, у нас в Крыму, скажем, на Кавказе, в Таджикистане, в Бразилии, везде. Вот просто примеры разные. Оползни, вы видите, что это... Это тоже катастрофа. В Саратовской области, потому что там юра глинистая, значит, водоупорный слой, а сверху идут песчаники и известняки. И они скользят, особенно весной. Вот видите, какие колоссальные оползни могут быть. Это Бразилия, где гигантские оползни. А вот это обвалы уже. Обвалы тоже же колоссальные. Вот падение дома в Шанхае. Вот очень интересно. Дом упал, но не развалился. Это тоже связано с явлениями, которые происходят в верхней части. Вот карстовые провалы. Вот был город какой-то, видите, и вдруг такая дыра. У нас в Москве карстовая область, район Хорошевского шоссе. И там дома частично вот так ходят, там все время работают. Потому что там эти карстовые полости в известняках, заполнены глинистой юрой сверху. Вот еще вот такие вещи. И вот теперь криолита зона. Криолита зона это зона так называемой вечной мерзлоты, которая подтаивает. Вот железная дорога. По ней можно проехать? Вряд ли по такой. Почему? Потому что верхний слой деятельный, он летом оттаивает на метр, на полтора, а зимой снова вот замерзает. А лед, как вам известно, на 10% по объему больше, чем вода. И все, начинается вот пучение. Вот вам дом построенный без всяких изысков. Просто взяли, дом построили, под ним, естественно, протаяло. Ну и что? Получается, дом валится. А у нас ведь в этой зоне Билибинская атомная электростанция, аэродромов сколько построен. Это очень сложный процесс. Это тоже катастрофа. Но они немедленно вот происходит. Вот Билибина, это ядерный центр, точно, атомная станция. Видите, как пошли стены? И вот теперь глобальное потепление. Вот понимаете, глобальное потепление это факт, данный в ощущении всем. Вот посмотрите, значит, вот на нижней, вот правой, ломаная линия это температура, а верхняя, красная, это увеличение СО2, окси... двокиси углерода. Видите, полностью сопоставимо. За последние сто лет температура увеличилась в среднем на 0,6 градуса. Сейчас говорят на 0,8. В Москве это она больше увеличилась, безусловно. И вот как поднимается уровень океана на верхней левой. Вы видите, насколько с 80-го года, скажем, пошло вверх все это. С чем это может быть связано? Вот это другая проблема. Все меняют в этом техногенный фактор. Мол, индустрия, выбросы вредных веществ, особенно, значит, углекислого газа, машины и так далее. Это так, но это и не совсем так. Понимаете, это вот не доказано на 100%. Но корреляция есть в этом отношении. Вот смотрите, вот как температура росла. Но она ведь и раньше росла, 1850-й год. Было холодно. Если вы помните картины голландских мастеров, там, Брегель младший, Брегель старший, по каналам на коньках ездят в Голландии. Поезжайте сейчас в Амстердам или в Гагу, и что там, розы цветут? Какой там лед? Никакого льда нету. А раньше были похолодания. Вот даже у нас в 50-е годы, вот я помню послевоенные годы, какие холодные были. 40 градусов было все. И вот температура пошла вверх вся. Понимаете? И вот эта аномальная температура, ничего страшного нет. В истории это было много раз. Но всех пугает темп просто этой аномалии. Она очень быстро температура начинает расти. И мы сами ощущаем на себе эти вещи. И вмешивается техногенный фактор. Вот, пожалуйста, в Мессиканском заливе авария на скважине пролилась нефть. И вот что-то случилось с Гольфстримом, как говорят некоторые. То ли нефть его остудила, а оттуда Гольфстрим начинается. Понимаете? Что-то вот произошло. А у нас кухня, вот погода, это Северная Атлантика. Все, что к нам идет, все оттуда, все циклоны. И вот видите, теплые, только вот заморозки-то сейчас начались только, а то сплошное было лето. И вот такая вот картинка тающая Арктика. Вот красная линия это то, что было, скажем, ну, 79-80-й год, а вот белое, то, что сейчас. Резкое сокращение льда. Лед становится тоньше, и на Северном полюсе он там не 4 метра, а 2, 2 с половиной стал. Для нас это, в принципе, вот хорошо, северный морской путь освободится, для нас очень выгодно это будет. Уже этим летом 34 корабля, по-моему, прошло северным морским путем. Позапрошлый год только прошло 2. Но вместе с тем это подъем уровня океана. А если насчет таять Антарктида, пока она не так тает, а если Гренландия, а если уровень океана вообще поднимется на несколько метров, вот это будет катастрофа. Вот это то, что нас может ожидать от таких природных катастроф. Но вот космических катастроф, наиболее такой вот вероятно, это 29-й год сближение с астероидом Апофис. Вот об этом все говорят. А другие прогнозы все 21 декабря 12-го года, это все так, по-моему, это от лукавого все. На календаре мая, так они были или не так, не я, но на это билетристика. А вот научный прогноз, он заключается вот в этом. Значит, есть катастрофы быстрые, а есть мгновенные, а есть катастрофы медленные. Но они везде существуют, и их надо изучать. У меня все. Боброва Антонина, скажите, пожалуйста, в каких точках мира наибольшая вероятность стихийной бедствий, а в каких наименьшей? И по России такой же вопрос. Ну, тут сложно сказать, ну, мира, можно сказать, так, все Тихоокеанское кольцо. Вот вокруг Тихого океана, начиная от, скажем, Маляска, Оливудские острова, Камчатка, Курилы, Япония, Филиппины, Новая Гвинея, дальше пошло Южная Америка, Центральная Америка, Северная Америка. Вот это все опасно. Опасно землетрясение и извержение вулканов. Это раз. У нас в России наиболее опасные по землетрясениям, ну, это Северный Кавказ, это Забайкалья, и вот сейчас, вы знаете, в Туве было, землетрясение, оно достаточно сильное было, но это безлюдная местность, там 130 километров от Кызылы к востоку. Это известный такой район, но было Алтайское землетрясение несколько лет назад, на Байкале происходит, в Иркутске и так далее, ну, и Камчатка, и Курилы. Вот это, конечно, там много десятков действующих вулканов раз, а во-вторых, это сейсмическая область. А больше нет. В Москве бывают землетрясения, вы знаете, но только отголоски, когда происходит в Румынии зона вранчо, где Карпаты изгибаются, там есть гипоцентры, то есть очаги на глубине 100 километров. И вот оттуда волны приходят к нам. Я сам помню, хорошо ощущал в конце декабря 77-го года наш дом на юго-западе, я живу, он стал качаться, три минуты он качался относительно соседнего 17-этажного дома. Народ выскочил на улицу, но через 15 минут было объявление, не волнуйтесь, это землетрясение в Румынии, к нам пришли отголоски. Вот оттуда приходят, а больше нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ